Окей. Добрый всем вечер. Значит, ну, у меня вечер, у вас время суток соответствующее, когда вы все равно добрый. У нас, естественно, Бенгамо-Царин, период, травмный период, как раз оплакивают разрушение храма по этому поводу рассказа о том, что происходит в храме в этот период. Это, наверное, существенный такой момент. Часть того, что не хватает. То, чего я упоминал, что было в пятницу, ввел я к другому, но на самом деле вот эта мысль о том, что, собственно, один из важнейших смыслов существования народа Израиля в Святой Земле – это служба Всевышнего, причем служба в виде жертвоприношения. В этом отношении я действительно придерживаюсь нерамбомовской позиции и считаю, что жертвоприношение – это душа службы Всевышнего. И их отсутствие, просто наша привычка к тому, что не отсутствует, наша привычка – уверенность в том, что нормально, что мы заменили жертвоприношение молитвы и считаем, что так должно быть, это неправильное ощущение мира и неправильное представление о мире. Другой разговор, что никаких вариантов других у нас как бы нет. Мы вынуждены так все вести, потому что по-другому не получается. Теперь, по этому поводу то, что нам осталось о жертвоприношениях на эту тему, типов жертвоприношений, нам осталось, собственно говоря, жертвоприношение, хлебное жертвоприношение. Надо сказать, что хлебное жертвоприношение в каком-то смысле отличается от жертвоприношений, как называется, в мясных смысле животных. В первую очередь, это жертвоприношение растительного происхождения. И здесь вот есть некоторая удивительная вещь. Хлебное жертвоприношение, они описаны в неожиданном месте, начинается рассказ. Значит, я сразу оговорюсь, есть четыре вида хлебных жертвоприношений. Ну, грубо говоря, двух типов. Первое – это жертвоприношение, ну, я обычно перевожу слово «мука», да, ну и все переводят слово «мука», слово «солот». Солод – это не совсем мука в том смысле, что то, что продается в магазинах, вот то, что вы купите муку в магазинах, она как раз не годится в храм для хлебного приношения муки. И она слишком тонкого помола для этого. Солод – это тип помола. И легко доказать, что это тип помола, а не… Почему-то куча народу уважены в том, что солод – это пшеница. Нет, слово «солот» – это не пшеница, слово «солот» – это тип помола, потому что это слово употреблено, например, применительно к жертве ячменя, из ячменя, хлеб, который приносится из ячменя. Слово «солот» там употребляется. На русский язык на самом деле есть одно слово, с которым произошла такая же история, оно и ровно, идеально переводит слово «солот» – это слово «крупчатка». Весь анекдот состоит в том, что первоначально слово «крупчатка» означало «крупный помол», чем-то похожий на манку. Вот тот, кто из вас ест манную кашу или варит, точнее не ест, а варит, извините, то он видит, она делается из пшеничной муки, из пшеницы, извините. Вы видите, какой крупный там помол, да? Вот это такого типа помол, может быть, еще крупнее чуть-чуть. Слово «крупчатка» произошло в той же самой истории. Это была первоначально мука крупного помола, которое постепенно перешло в значение «лучший сорт пшеничной муки». И «крупчатый хлеб», когда говорили уже в XIX веке, то хотели сказать, что это «лучший муки», да? Хотя на самом деле первоначальное значение другое. То же самое произошло с словом «солот». И, например, при проверке муки для «солота», давайте посмотрим, что это мука. Коэн опускал туда палец сухой, и если прилипало, то это мука, и она не годится. То есть это мука крупного помола. Значит, вот здесь происходит интересная вещь. Если вы читаете Тору, ну, вот как положено, с начала книги «Берешит», ой, извините, с книги «Боикра», естественно, то вы обнаружите удивительную вещь. И она не может не удивлять. А именно следующее, что начинается рассказ, вот обращайте внимание на то, как построен рассказ в начале книги «Боикра». Рассказ выглядит следующим образом. Если человек собирается, ну, приносит жертву Всевышнему, с самого начала книги «Боикра», книги «Белевит», второй стих, если человек, кто-то из вас, человек из вас принесет жертву, из крупного или мелкого скота приносите жертву. Далее идет описание жертвы Всесожжения, крупного и мелкого скота. Теперь, в четвертой главе, в третьей главе идет описание жертвы Шламин. Да, первая глава полностью описывает жертву Ола, жертву Всесожжения. Третья глава – это жертва тоже из скота, это жертва Шламин. Четвертая глава – это жертва Хатат. И далее идет жертва Олавы Юред. Ну, все это жертва скота. Но вторая глава неожиданно разрывает описание жертв, который приносится жертв скота, прерывается на рассказ о жертве Минха. И это требует объяснений. Значит, итак, первая жертва, которая описана, значит, жертвы там двух типов. Одна жертва – это жертва чистая муки, а именно берется, значит… Если кто приносит хлебоприношение, ну, приношение хлебное. Я в данный момент смотрю перевод Давида Юсифона. То есть тонкой пшеничной муки – это ошибка. Не из тонкой и не из пшеничной. Слово «солот» не подразумевает ни пшеничную, ни тонкую. Это две ошибки в переводе слова. Кстати, ошибка распространена у других переводчиков. Не подумайте, что это претензия к Давиду Юсифону. Такая же ошибка, например, в английских переводах. Значит, замечу, что там в переводе издания книжников написано «тонкой муки». И это опять ошибка пшеничная, хоть пропущенная слова. Неправильно. Значит, то из пшеничной муки пусть польет ее елеем и положит на нее ладан. Ладан, или ладан, никогда не мог запомнить. И принесет священник. И возьмет священник из него полную горсть и воскурит на жертвеннике остальное же Аарону и его потомков, и его детям. И это святая святая. Вот что здесь любопытно. Значит, вот как происходит жертвоприношение. Берут, значит, ну из другого места, там есть девятая глава потом будет, где подробно будут описаны такие жертвы. Значит, берут две десятых эфы муки. Десятая часть муки – это, ну в общем, хлебная мера муки. Давайте так, два с половиной литра муки. Это много. Значит, при этом именно мука кладется в сосуд, размешивается, делается тестом. После чего его поливают маслом, добавляют ладан. Священник, значит, тут есть спор, кто. Священник подносит к жертвеннику, восходит по пандусу наверх жертвенника, опускает вот так вот, отщипывает горсть. Это сжигается, именно вот эта горсть, а остальное его. Это и есть основное жертвоприношение. Оно происходит именно в форме муки. Теперь, после этого спускается и готовит как хочет из этой муки, готовит любую. Значит, это один вариант. Второй вариант. Да, замечу, что то, что описано во второй главе книги Майкра – это жертва. Вот мы привыкли, так как в молитвах упоминается уменаход в низкой геем и хлебные жертвы и винные возлияния при них, да, мы привыкли к тому, что хлебные жертвы – это те, которые приносятся при жертвоприношении скота. Но во второй главе жертва, которая описана – это жертва, не связанная с жертвоприношением скота. Это самостоятельная жертва. Вот только это. Значит, второй вариант. И это жертва, которая приносится мэнэдэва, то есть доброходная жертва. Теперь. Второй вариант. Еще раз. Я на что обращаю внимание. Эта жертва не связана с жертвоприношением, значит, с жертвоприношением мясными. Это совершенно самостоятельная жертва. Второй вариант. Есть еще жертва, ну вот на иврит, говорят, мэйубэдэд, обработанная, то есть приготовленная уже на огне. И если первый продукт приносится, обработанный только в том смысле, что тесто замешано, то остальные жертвы либо пекутся в печи, либо пекутся на сковороде. Ну, грубо говоря, одна из этих жертвов мархешет называется. Похоже, что это бутуган на русском языке. Фритованный, я не знаю, я знаю слово фритованный, я не знаю, есть ли другие слова, когда... Фритованный. В большом количестве масла, как чипсы готовят, как фалафель готовят. В фритюре. В фритюре, ну фритованное, да? А, глагол фритовать, не знаю, есть ли вообще. Откуда-то он у меня в голове появился, а я ничего в уклонных делах не понимаю. Значит, во фритюре, да, типа, ну вот такой вот. Это булка, испеченная в большом количестве масла. Учитывая тип муки, которую ее делают, я бы сказал, что получается на выходе что-то вроде кубы, только плоской. Ну, опять, израильтян не знает, что такое куба, я не знаю, знает ли это в других странах. Значит, получается на выходе что-то вроде кубы по всей видимости. При этом я хочу заметить одну важнейшую вещь во всей этой истории. Вот вторая глава появления этой темы во второй главе на самом деле дает нам... Мы видим, что эта жертва примыкает к жертве всесожжения. Более того, на самом деле всюду в Танахе, даже в Танахе, в книге, например, Яшуа, да в любой книге Танахе, там, где перечисляются жертвы, которые идут на жертвенник, то всегда порядок выглядит так. Ола, Минха, Шламим. Порядок именно такой. Жертва всесожжения, хлебная жертва и Шламим всегда в конце. Классический пример жертвы Назарея. Там четыре типа жертвы, они перечисляются, но всегда надо помнить, я уже говорил, что если жертва приносится комплектом типа жертвы праздничных, Мусафим, жертва Назарея, жертва птицы, где жертва птицы мы говорили в прошлый раз, что всегда парные идут, что есть Ола и Хатат. При этом жертва от той птицы, одна птица в жертву Ола, вторая в жертву Хатат. По идее, чаще всего жертва-то Хатат, но так как у птицы жертвы Хатат на жертве не идет ничего, ну, кроме крови на стенке жертвенника, но на огонь жертвенника ничего не идет, то она всегда дополняется жертвой Ола, то есть как бы жертва Ола в жертвах птицы – это та часть, которая идет на жертву не в жертве Хатат, то есть она вот такая. Тем не менее, в описании это жертва Ола, всесожили. Но жертва Хатат по правилам, и это очевидно, это правильно, жертва Хатат всегда предшествует жертве Ола, когда речь идет о комплектах, о комплектах жертв. Еще раз, это жертвы дополнительные праздничные, жертва Назарея, жертва очищения Мацоры, что там еще у нас есть. Ну, вот так вот. Всегда, если есть Хатат и Ола, всегда начинается с Хатат. Это логично. Человек вначале должен как бы очиститься, а потом вознестись. Вот это некоторые правила Торы, что, ну, если мы, как бы мы не воспринимали жертву Хатат, как очищение себя или очищение жертвенника. Но, а жертва Ола, это как бы либо приближение к Всевышнему, либо приближение к службе Всевышнего, в зависимости от типа жертвы. Но всегда в начале очищения, ну, как бы начать с очищения телесного, а потом продолжить очищением духовным. Вначале моют руки, потом, кстати, за стол. Вот вы меня извините за бульгарные аналогии, но это так. Так вот, при этом жертва хлебная, Минахот, Минха, она всегда предшествует жертве Шлами. И в некотором смысле жертва, которая описана в книге Ваикра во второй главе, когда это жертва Надава, это жертва Ола. Это жертва Всесажи. Например, при этом она очень часто и многими воспринимается как жертва бедного. Кстати, и Тара это делает. Когда она перечисляет в книге Ваикра тот же жертву Олава Юрет, то идет там, это жертва, которую приносят, можно принести разные жертвы в зависимости от состояния человека, если он бедный, если он богатый. Если богатый, то он приносит жертву хатат, овцу или козу. Если не хватает денег на овцу, то пусть принесет двух голубей или двух горлиц. Если же и не хватает на двух горлиц, то пусть принесет десятую часть Эфы в жертву хатат. Хатат, замечу, жертва именно хатат, отличается от жертвы Ола принципиально. Вот смотрите, вот теперь начинаются отличия. Если хлебное жертвоприношение является жертвой хатат, то в нее не кладут елея в переводах. Но вы учтите, что в русский язык растительное масло, ну не русский язык, русские реалии, растительное масло узнал очень поздно. Это XIX век, румынское открытие, два румынских открытия, как известно, в XIX веке произошли. Они открыли две вещи, а именно подсолнечник для растительного масла, это их открытие. И оттуда оно пошло, ну по всем краям, где может расти подсолнок, на Украину, где еще его выращивают. В Болгарию, я знаю, выращивают. Выращивали, я не знаю, как сейчас. Значит, и тогда, собственно, в России узнали нормальное съедобное растительное масло. До этого льняное масло, которое как только узнали подсолнечное, то льняное масло сразу стали продавать в магазинах хостоваров для смазки петель и подобных механизм. Поэтому русский язык не имеет хорошего слова для растительного масла вообще. Ну постное масло, то, что называлось когда-то. Но еще раз, Россия очень поздно узнала об этом. А, естественно, Тара знает растительное масло. Кстати, такие же проблемы были в Древнем Египте, чтобы вы понимали. Тут не подумайте, что я что-то плохое говорю про русских. Потому что Египет, который вот совсем рядышком, у них тоже были проблемы с растительным маслом. У них было репейное в основном масло, они пользовались. Тоже не фонтан, открою тайну, так как мне доводилось проботься, это удовольствие. Очень не фонтан. Да, про репей. Подожди, а у нас разве не было масла с айтим? А у нас, правильно, у нас было масло с айтим, у нас было оливковое масло. И по этому поводу Египет, те, кто люди побогаче, могли себе позволить, они у нас закупали и везли в Египет огромное количество документов и доказательств, и везли в Египет оливковое масло. Оливковое масло было в Греции, естественно, немножко в Италии, ну, в Южной Италии, естественно. И, ну, и у нас. И мы были таким мировым поставщиком оливкового масла, только учтите, это было дорого. Ну, потому что там, где начинаются поставки морские, цена сразу тогда взлетала. Это сейчас мы можем, Израиль получает поставки чеснока из Китая, и как-то перевозки стоят ничтожить. Но это сейчас, когда контейнеровозы появились, это технологии. Но в русском языке нет хорошего слова для растительного масла, поэтому пользуются словом греческим, словом елей. Все, кто слышит слово елей, сразу слышат слово олива. Е-ли, о-ли-ва, о-ли. Как-то украинский елей будет у него более похоже. Олийное, да, по-моему, масло, по-моему, по крайней мере, в старых русских текстах, в 19 веке текстах ели, наоборот, олийное масло. Вот, значит, но, значит, теперь обратите внимание на одну важнейшую вещь. Все жертвы, именно о-ла, которые жертвы минха, о-ла, которые сжигаются, точнее, части сжигаются, коммец, горсть, в них всегда много масла. Причем, более того, например, в жертвах приготовленных, то есть в печи или пожаренных на сковороде масла очень много, всегда. А жертва о-ла, которая хлебная жертва, она поливается, ну, крестно, как буква икс в таких случаях, как буква икс, ну, греческая кси, она, Мишна пишет греческая кси, ну, буква икс, она поливается. Вы учитываете одну вещь, что масло, вот масло в Танахе, в Тюбу, где появляется шамен, оно всегда символ радости, благополучия. Масло – это не только еда, это еще духи. Учитывайте, что когда вы читаете про масло, скажем, вот по маске, то вы читаете, и вы обнаруживаете, что это духи, даже куча благовония едят. Когда, как шаментов, да, благовонное масло, прекрасное масло, то это духи, просто спиртовых духов еще не придумали, для этого надо спирт было придумать. А это произойдет только в 11, по-моему, веке, новой эры. Значит, по этому поводу духи древние, это на масляной основе все делаются. Но всегда, вот я могу вам привести огромное количество цитат, но всегда, где появляется масло, оно всегда появляется как избыточно благополучная жизнь. То есть, вот, ну, праздник такой. Если каждый день, то будет иметься в виду праздник каждый день, да. А у нас здесь, значит, по этому поводу, то, что во второй главе книги Ваекра, книги Левит описано, это жертва ула, отсюда много масла. Потому что это не просто хлеб, это хлеб благополучия такой, избыточный. Тогда как, если хлебная жертва выступает в роли жертвы хатат, как жертвы Олавы Юрет пятой главы, жертвы переменной стоимости, в тех немногих случаях, когда она приносится, то она описана как, ну, другой, как человек, у которого нет денег даже на голуби. Это вообще странно, потому что, собственно говоря, хлебная жертва – это пропитание человека на день. Эфа, Эфа, десятая часть Эфа, извините, она описана в рассказе о мании, и там омер на голуби голод – это дневная порция еды. И дальше там будет сказано, что омер равен одной десятой Эфы, а это стандарт жертвоприношения хлеба, ну, когда мы не говорим про дополнительные части при жертвах скота. Значит, тем самым у нас получается, что жертва, хлебная жертва, она не такая бедная, как кажется. Она по деньгам, вот это странная вещь, по деньгам хлебная жертва, вот теперь давайте различим. Жертва Ола и жертва хатат при жертвоприношении Ола в ее рай, при жертвоприношении переменной стоимости. В чем разница между жертвой? Там, где описана жертва Ола в ее рай и жертва хлебная выступает в форме хатат, в форме очистительной жертвы, там говорится, что эта грешная жертва не приносит ладом и масла. То есть, это вот мука, точка, ну, соль на самом деле, мука, вода, соль. И она приносится именно как натуральный продукт, ну, вот такой неприготовленный мук. Цена определяется тем самым литром муки. Значит, два с половиной где-то литра муки, да, в зависимости от того, во сколько мы считаем, и чему равна Эфа, но Репхайм на Эй, ну, в той системе мерчей, кого чьим и чьей я пользуюсь, основная система, признак очень простой, палец два сантиметра, локоть сорок восемь сантиметров, соответственно. Очень удобно считать, поэтому, что. Оценивает где-то в 2,4 литра, по-моему, 10, ну, 24 литра Эфа, значит, 2,4 литра. Это много, да. Но, когда жертва Хатат, то это чистая мука. Вопрос, наверное, чистая мука стоит для нормального человека дешевле голубя. Если купить голубя, то, наверное, это будет дешевле. Я не знаю, вот я не догадываюсь, потому что, как бы, откуда у человека голубь. Либо у него есть голубятня, но тогда это очень состоятельный человек. У него есть место, где он может позволить себе сделать голубей. Богатый человек. Но вода, соль, мука, точка, да, это жертва Хатат. Но жертва Ола. Мы сразу видим, что это не жертва бедных. И вот почему. Кроме масла, которое туда добавляется, а масло, мы уже сказали, это символ избыточный. Это, ну, не избыточное, но довольствие, да. Не в смысле продовольствия, а в смысле благополучия, да. Праздник. Масло появляется всегда в контекстах праздника. Плюс ко всему туда входит ладан. А вот, замечу, в жертве Хатат четко сказано, ладана не добавляет. А вот когда жертва Минха идет как у ладан, туда добавляется ладан. Ладан сразу. Ладан у нас в стране не произрастает. Ладан – это смола, не буду ходить в ботанику, смола некоторого дерева растет намного южнее, в Саудовской Аравии, в районе Сомалийского рога, в Африке, вот в этом районе растет. И опять, я уже говорил, что то, что требует перевозок на такие расстояния, цены сразу начинают залетать на небеса. Причем, ну, во времена вот царя Соломона, да и позже, ладан перевозили только караванами, даже не кораблями, а караванами вдоль по Красному морю. Ну, соответственно, вы представляете стоимость чего-то, что доставляют караванам. Она в стоимость золота войдет, выходит довольно быстро. Чисто по экономическим соображениям, я не буду сейчас экономить по караванах путей излагать, но тут по-другому быть не нужно. По этому поводу, когда мы говорим о нормальной жертве Минха, которая Надава, доброходная, да, или которая, например, Назир, Назарейская, а там очень дорогие жертвы. По появлению в жертве ладана сразу заставляют подумать, что мы уже о бедности не говорим. Ладан – это дорого. Это просто очень дорого. Ну и масло. Хотя масло в наших краях недорогое, кстати, оливковое. То есть, как вам сказать оливковое? Славое масло в данный момент дешевле. Так, пятикратно, да, по-моему. Ну, трехкратно как минимум дешевле. Тем не менее, масло в наших краях относительно дешевле. А вот ладан появлений. Тем самым мы вынуждены прийти к удивительному выводу. Жертва Минха, когда мы говорим о ней в контексте жертва Ола, жертва всесожжения, да, как параллель жертва всесожжения, только жертва всесожжения – это животное, а жертва Минха – это растение. Она не такая дешевая уже. И уж всяк дороже голубей. И вот здесь возникает вопрос тогда, это означает только одно, что жертва Минха, она имеет отдельное значение, отличное от жертвоприношения животных. И это действительно так. Потому что у нее сильно иной смысл. Потому что хлеб, а я хочу напомнить одну вещь, что первоначально слово «лэхэм» и глагол «лэхэм», и слово «лэхэм», и можно доказать вторые остатки этого есть, означало просто «еда». Это древнее, ну, слово древнее, чем Библия. Это слово просто означает «еда». Потом постепенно это слово перешло в его значение основной еды, и в Иврите это слово стало «хлеб». Хотя, еще раз, в Танахе можно показать несколько случаев, когда слово «лэхэм» употребляется просто как пища. И это долго будет продолжаться, еще слово «хлеб» как пища. В Новом Завете хлеб насущный наш, да, имеется в виду имена. Ну, с иранейского там перевод, поэтому довольно очевиден. То есть слово «лэхэм» – это именно хлеб. В Иврите этот хлеб для иллюстрации в арабском языке слово «лэхэм» вошло в значение мяса. Надо обратить внимание, что как одно и то же слово, с первоначально, сохранив связь с первоначальным смыслом, еда входит в разные языки с разными смыслами. В арабский язык это слово «шло как мясо». В иврит – как хлеб. По этому поводу, когда человек приносит в жертву хлеб, то понятно, что приносит. Что если жертвы животных – это жертвы о жизни, приносится в жертву жизнь, хаин, да, ки дамгу ганэфаш, вот этот намек, кровь, которая помазывает, это душа, душа за душу, это всегда связано с жизнью, то жертвоприношение хлеба человек приносит в жертву хлебную основу, мателэхэм, да, посох хлебный, то, что называется, пророка. То есть, как бы, главное в этой жертве оказывается именно то, что я ем, свое именно хлебное состояние. При этом я хочу обратить внимание, что в жертве ола, когда мы говорим первоначальный первый вариант жертвы, когда приносится именно мука, значит, маслом, смазанным маслом и сладаном, это еще не еда. Есть чистое тесто, но, скажем, бабка меня гоняла, когда я пытался это делать, когда она готовила там пирожки и прочие вкусные вещи, то, в общем, все детки пытались это есть. То есть, бабка меня, ну, моя бабка, меня гоняла за. И, в общем, говорил, что это очень вредно, и, наверное, она права баба. Но вообще люди не едят тесто без термической обработки. То есть, как бы, в этом смысле, вот такая жертва, хлебная жертва, очень похожа на жертвы скотины, жертв животных. И здесь мы обращаем внимание на одну фантастическую. Собственно, еврейский храм является исключением из всех храмов Древнего мира. Во всех храмах Древнего мира богам, когда приносились жертвы, приносилась готовая еда по благородному полумесяцу. И приносилась жертва еда, причем, чем изысканнее она приготовлена, тем лучше до нас дошло приличное количество текстов с описанием, как готовить еду, чтобы это было изысканно и красиво для богов. И, например, там обряд кормления бога, как ему моют рот, и всякую пищу туда пытаясь, не пихаясь там, не буду подробностей. Но жертва, еда готовая еда. В этом смысле Иерусалимский храм и законы Торы принципиально отличаются. В храм не идет готовая еда. Более того, есть только один вид готовой еды, которая приносится в храм. А именно вот эта вторая часть жертвы Меубадот приготовленных. А именно Масетанур, жертва, которая испечена в печи, но учтите печь, тандыр, то есть ну типа лаваш, да, для русских. Но вы врите пита, да, ну такой кувшин, где то, что печется, прилипается, прилипается внутри кувшина. Есть способ снаружи, но он изысканный, считается очень, потому что обычно эти кувшины еще закапывают так земля, либо, ну, для экономии тепла. Вовнутрь вообще. Это в печи, не подумайте, что это, что наши духовки заменят эту печь, это другая совершенно, другой тип готовки, другой тип хлеба абсолютно получается на выходе, ну, в виде лепешек всевозможных. Значит, либо приготовленные на сковородке, там есть некоторый спор, в одном случае просто лепешка, жареная на сковороде, получается на выходе что-то вроде пиццы, извините, только без начинки. пицца это искаженное слово пито для израильтян, я открою вам тайм, что слово пицца и слово пито просто однокоренные, просто в итальянский язык это попадает от арабов через Сицилию, это слово, где вот по-другому тав произносится. Значит, и это жарен, теперь, и вот теперь три оставшиеся жертвы, которые приготовляются либо на сковороде или в печи, это вот внимательно, вот это самое главное, это редкостное исключение во всех законах Тора жертвоприношения. Это единственный случай, когда в храм приносится жертва готовая, готовая в том смысле, что ее можно есть в тот момент, еще до того, как ее поднесли к жертвам. Жертву ола есть нельзя, это сырое мясо. И ни одну жертву нельзя есть в том виде, в каком она идет на жертву. Это сырое все. Минха цолет, хлебная жертва муки, ее есть нельзя. Но есть три хлебные жертвы, по-разному приготовленные, они отличаются только способом готовства, у которых они готовятся, и часть их идет на жертвы, а остальное съедается. И вот это как раз на это исключение надо брать к нему. Вот появление такого типа жертвы как раз вопит о смысле жертвы Минха. Вот теперь, когда мы обнаруживаем появление готовых жертв в храме, это передает весь смысл этой жертвы, как это ни странно. И вот почему. Дело в том, что как проводятся жертвоприношения Минха цолок, вот на ее фоне надо все сравнить. Мучная жертва. Значит, человек приносит ее дальше, по всей видимости, кладет сосуд, где она освещается. Дальше вот без подробностей она приносится на верх жертвенника. Обратите внимание, что отличие принципиальное жертв Минха от остальных жертв выглядит так, что ни одна жертва, та часть, которая идет священнику, которую священники будут есть, не поднимается на жертву. На жертвенник поднимается только то, что пойдет на огонь жертвенника. Это эймурин, тук, который сжигается от жертвы. И если это жертва алато, все животное целиком, в жертве Минха поднимается все на жертву. именно там происходит отделение части, которая пойдет на огонь жертвенника, а остальное съедают коэн. Вот и спускается. То есть как бы жертва Минха отличается от жертвы животных тем, что она в некотором смысле выше, потому что это то, что получают коэны, оно им досталось от жертвенника. Потому что, ну посмотрите, если жертва хатат, то на жертвенник было поднято только эймурин, только тук, жертва, которая сжигается. Сама жертва не поднималась на жертву. Она как бы остаток. Ну нотар, другой термин, но то, что осталось от жертвы. А вот жертва Минха, оно как бы от жертвы никакое, оно напрямую идет. Вот обычно, да, обычно говорят именно, что они едят лехом хашэнку амин. Но в данном случае это куда более буквально, чем даже с жертвами животных. Это то, что побывало на жертвах. Но вот теперь, когда мы, то же самое делается со всеми жертвами хлеба. Теперь, вот теперь, когда мы до этого дошли, мы вдруг понимаем одну вещь, что если речь идет о жертве приготовленной, испеченной, пожаренной, то принципиальная часть состоит в том, что кто жарит, кто печет. Ответ тот, кто приносит жертву. Я понимаю, что в храме технически это делал человек, который этим занимался, делал прямо в храме, во дворах храма, и подозреваю, что это делал Коэн, а он над ним стоял, ну точно так же, как каждый мужчина делает обрезание своему ребенку, но не своими руками, а Муэля зовет, профессионалом. То же самое. Каждый человек должен написать свиток Торы, но так как не все умеют писать уставным шрифтом, и это то еще мероприятие, то как бы нанимают писца профессиональ, стоят у него над душевым, через посредник. Но теоретически эту жертву готовит тот, кто хочет принести. И, кстати, если вы внимательно читаете, скажем, вторую главу или девятую главу, у вас может создаться впечатление, что человек в идеале должен это приготовить дома. То есть человек как бы готовит дома еду, как ему нравится, я говорю про приготовленную хлебную жертву, и несет ее от нашего стола вашему столу. Вот вы меня извините, я в данном случае начинаю просто говорить очень приземленным языком, таким бытовым, но в данном случае вот эта идея от нашего стола вашему столу, что если жертва шламин, это мирная жертва, которая принимает участие и едят хозяина, да, это со стола Всевышнего нам мы еди, то первоначальная посыл в приготовленных жертвах минха, это от нашего человеческого стола, вашего это передача вот это совершенно другая идея, она принципиально другая, мы жертвы минха, мы делимся своим в знак благодарности, мы посылаем тому, кто много выше нас, а кому это не нужно на самом деле, но при этом мы посылаем то, что нам нравится, вот теперь три варианта приготовленной жертвы, да, они как бы я приготовил то, что мне кажется вкусным, испеченное в печи, пожаренное на сковородке или пожаренное или зафритованное во фритюре, как мне, и я вот это то, как я считаю самым вкусным, я это посылаю Всевышний. Понятно, что на практике кто позволит приготовленное в домашней посуде принести в храм, следить за твоим соблюдением чистоты, я не хочу, коины с большим недоверием относятся к уровню соблюдения чистоты людей, ну, просто вот, чтобы было понятно, для того, чтобы войти в храм, при входе, при вратнику, нужно было показать билетик о том, что-то побывал в митве, то есть, в любой митве мог побывать, а ты должен побывать бы в митве, где тебе дадут билетик на выходе, что ты здесь побывал, что ты окунулся, что ты очистился, он без этого билетика вас на территорию храма просто бы не пропустили. То же самое, верить человеку, что он приготовил на должном уровне чистоты дома что-то и предволок этот храм, ну, кто ему повинет? Поэтому делалось это под строгим наблюдением ковек, но идея жертва осталась. И в этом смысле жертва Минха принципиально отличается от жертвы жертвы. Потому что эта жертва именно, вы знаете, самая красивая еврейская молитва это только ту, которую мало кто знает, потому что ее читают тот, кто в принципе не может прочесть молитву, некогда во время войны не читают. Но при этом эта молитва не заменяет жмана СР. Вот это не Гавинейну краткая молитва, которая заменяет жмана СР. А есть очень краткая молитва, которую, ну, она в Мишне есть, тот, кто не может прочесть молитву, в принципе, читает следующее. И я хочу это зачитать, потому что действительно красивейший текст. значит, там две празы. Значит, царкей, амеха Исраиль мы рубим, нужно народа твоего Исраиле велики, выдатам к царам, а разум короток. буквально. Да будет воля твоя, Бог наш, и Бог наших отцов, дать, латать лахоль ишки фарнасото, дать каждому человеку для пропитания, необходимое для пропитания его, и каждому телу то, чего ему не хватает. Благословен слушающий молитвы. Благословен слушающий молитвы. Точка. Почему обратить внимание, что эта молитва на самом деле, она ровно соответствует той молитве, которую каждый человек должен читать в силу закона Тары. Человек должен со своими нужными молиться Всевышнему, это закон Тары. По этому поводу вот этот текст является как бы со своими нуждами я брать на сексу. О чем просят молитвы. Вот теперь жалобы на то, что нужды людей велики, а что является нуждой, что не является нуждой, они не очень хорошо разбираются, потому что разум их короток. А дальше две просьбы всего-навсего. дай каждому пропитание и каждому телу, обратите внимание, телу, то, чего ему не хватает. Все. Так вот, жертва Минха на вот этом моменте. Это вот это. Причем, я хочу заметить, она может быть, жертва Минха в этом смысле очень разнообразна, именно вот ее формы, кому что нравится, что-то приносят, но ее приносят не обязательно бед. Он бедный вот в этой вот дикой форме, когда-то форма хатат. Там эта жертва беда. Она никаких богатых дополнений не имеет. И в этом смысле вот Минха Цота, хлебная жертва, женщина, которая с некоторыми основаниями подозревается божеской неверной, там говорится, что это вообще ничмень без масла и без ладан. Вот это самое, это и есть бедность. Но жертва вот эти всевозможные, это не бедность, наоборот. Это человек, конечно, бедный, может поднести такую жертву как бы как просьбу. Я бы дал бы и больше, ну вот что есть. И это жертва богатых точно так же. Вот масло, вот ладан. Это жертва благодатности. И в этом смысле жертва Минха, она, главная ее особенность, она очень земная, она очень приземленная. И она как бы вот смотрите, вот теперь может быть будет понятный ее род. Вот книги Ваикра, в начале книги Левит, она расположена ровно между жертвой Ола, да, все сжигается всевышним. И жертва Шламин, сразу за ней находится. Жертва, когда мы устраиваем пир, пригласив на него всевышнего, жертва Минха, она между ними. В каком-то смысле она ближе к жертве Ола, потому что, ну, она вся поднимается на жертвенник, да, и она расположена, и на самом деле я не буду сейчас доказывать с оборотами, вот, с точностью до оборотов, она описана как жертва Ола. Но на самом деле это тот самый промежуток между жертвой Ола и жертвой Шламин. Потому что на самом деле жертва Хатат стоит, жертва очистительная стоит отдельно. А у нас диапазон жертв доброходных. Жертва Хатат не бывает доброходных, да. Ола Шламин. Шламин мы едим вместе с Всевышним. Ола мы целиком устремлены, хотим приблизиться к Всевышнему. мы хотим и мы уже приблизились. Жертва Шламин в некотором смысле состояние достижения. А жертва Минха между ними это промежуточное состояние, это промежуточное действие. Вот еще раз не себя, а основу своего существования, вот эту хлебное слово существовать. может быть, я зря подчеркиваю эту сторону, но я всегда считал это очень важным, и что важнейшая особенность восприятия еврейского мира состоит в том, что это меткое высказывание мудрецов тот, кто не молится о парноса, парнуса, да, ежели в украинском модище, о доходах, о пропитании, да, хумы хасурэмуна, он из тех, кому не хватает веры, это признак недостаточного. то есть человек, который не понимает и что пропитание, оно с небес, это вот не даст, это признак неправильного понимания, вот человек, который там хочет молиться только о духовных началах, это просто непонимание устройства мира, мир устроен не так. Хлебная жертва, она именно про вот это, не про духовность, а про основу существования. В этом смысле, в этом смысле, я прекрасно понимаю, что некоторая тенденция нынешнего времени выпячивать телесную основу бытия и обращать преувеличенное внимание на телесную основу бытия, безусловно, приводит к предпочтению Минхи жертве Минха, жертве именно хлебной, потому что смысл у нее где-то именно о телесной стороне бытия. Мне кажется, что это несколько преувеличено, тем не менее, это надо считаться и это очень важное сторона и жизни, и вопрос здесь только акцентов, сколько, какой стороне надо отдать. И, собственно, жертвы Минха, вот хлебная жертва, круг, жертвоприношение нужно и закрывать, потому что вот от самой высокой, замечу, вот книги Ваекра, изложение идет от самого высокого, от жертвы Ола, причем быка. Жертва Ола, жертва всесожжения и бык, бык у нас символизирует, вот если в храмовых элементах, то бык у нас символизирует само здание храма, это стиние, в пустыне, если мы говорим, это, ну, да, это Мигдаш, это не жертвы, вот это стремление к Всевышнему, к слову Всевышнего, к Ро Ха Шен, к Духу Всевышнего, это жертвоприношение Ола, когда речь это быка, когда речь идет о несколько не столь высоких притязаний, а, кстати, чтобы вы понимали, на мой взгляд, это очень высокие притязания, и поэтому, например, бык появляется в жертвоприношении к низей, кое-годоль, то есть, и дело не только в деньгах, они как бы представляют народ, и народ, который не стремится к чему-то возвышенному, это несчастный народ, основные жертвы же это, естественно, овцы, барашки, точнее, и это желание приблизиться к службе Всевышнего, на уровне придворного, приблизиться к царю, или приблизиться хотя бы к дворцу царя, чтобы служить ему, вот это, вот это тонкость, вот это тонкость и близость, и словесно, если вы внимательно читали книгу Шмуэля и книгу царств, то вы можете заметить там одну вещь, что когда говорится эвит хамэлах, кроме тех случаев, когда говорится в множественном числе Авдим, Авдейхамак, когда говорится про кого-то, что это эвит хамэлах, то это как минимум генерал, это министр, это генерал, простой человек, он не является рабом царя, кстати, в русском в порядке, скажем, княжевских времен еще до до Петровских крайне только знать могла обращаться к царю твой холоп называть себя, что знатный человек мог только назвать себя холопом царя, простой человек не имел на это права, то же самое, библейская вот этот раб, но замечу эти рабы Всевышнего, вот это бык, вот это бык и это близость, а дальше идет именно барана, и это служба царям, не близость царям, а служба царям, то же самое, это служба Всевышнего, вот хлебная жертва, хлебная жертва, это подношение к царям, от нашего слова, это подношение к царям, и я еще раз считаю, что очень важно обратить внимание на то, что это единственная жертва, которую можно приготовить, идет на жертвенник уже приготовленный, если мы не говорим о Минхес-Салат, а говорим о четырех остальных типах хлебных жертвоприношений. А на мой вкус это действительно важно, такая возможность, она очень важная, и ее смысл очень важен. Ну, вот где-то вот так, и понятно, почему именно хлебная жертва, она как бы между жертвой Шламим и жертвой Ола, потому что жертва Шламим это накрытый стол, а это стол, ты не приглашен Всевышний, но мы со своего стола земного подносим дар. Это вот такое промежуточное состояние. Если жертва Ола целиком дар, то мы, то жертва Минахот это от нашего стола, а жертва Шламим мы с Всевышним за общим столом. это вот такое, вот такие смыслы. Причем стол праздничный, не всегда учитывайте, что жертва Шламим это праздничное застолье союза с Всевышним. Ну вот где-то это то, чего я хотел рассказать в истории про жертвоприношение и ну наверное на этом цикл можно и закрывать. Мэр, вот эта сковородная жертва, она поднимается и она потом полностью Каэном снимает? Нет, ее идет на жертвы, а все остальное Каэном. Я хочу заметить, вот есть это по-моему сложное доказательство, я не хочу, вот по-моему оно лишнее будет, если я это начну рассказывать, но я хочу обратить внимание, что жертва Каэна, если Каэн приносит жертву Минха, то она сжигается целиком, ее никто не ест. По какой причине, еще раз, жертва Минха поднимается на жертву, часть Каэн идет на жертвы, остальное Каэн. Но закон Тары запрещает Каэнам есть хлебную жертву, которую приносят они сами. Обычно, обычное правило, если почему-то жертву нельзя съесть, например, в емке порной, в емке порной, то она сжигается вне храма. Ее на жертвы никогда не идет, а ее сжигают вне храма. Жертва Минха это не так. Жертва Минха сжигается целиком. И понятно почему. Потому что жертва Минха поднимается на жертву. И она, если ее нельзя сжить, она будет сжена целиком. Она вся принадлежит жертвеннику. И от жертвенника возвращается Каэн. Она вот это действительно Лахом Хашем. Вот если обычно Лахом Хашем имеется ввиду Трума в законах Тары, то вообще-то жертва Минха, которую едят Каэны, это действительно Лахом Хашем, потому что он как бы с жертвенником снимается к длиннику. И естественно, ежели Каэн не может ее съесть, то соответственно она сжигается целиком, потому что как бы жертвенник не возвращает эту жертву. Она его, вот этот дар не передается. Вот это довольно важная вещь жертвы Минха. Не, ну вопрос такой, что если эта сковородная жертва поднялась, то кусочек от нее сжигается, остальное съедается. Да. Понятно. Теперь второе. А вот хлеб Лахом Пани. Я хочу заметить. Лахом Пани. Если вы внимательно вообще если вы внимательно читаете рассказ о построении Скинии, то вы с удивлением обнаружите, что порядок важности предметов храмовых идет следующий порядок. Значит, короче, Шульхан Галехом хлебный стол идет всегда впереди Минары. Он важен. Но вот здесь есть важный момент. Лахом Гапани. Он как бы приготовленный хлеба, который раскладывается на хлебном жертвеннике и лежат там от суббота до суббота. Значит, после того, как хлеба снимаются, они распределяются между коинами двух страж, уходящие и заступающие. Пересмена в субботу происходит. На жертвенник от нее не идет ничего, кроме двух вещей. На хлебном столе стоят фиалы с ладами. Фиалы чаши с ладами. И на жертвенник только он. Чистый ладан больше ничего. Все остальное всегда священо. Теперь я согласен с Барбанелем с одной важной вещью. Если вы рассмотрите высоту этого жертвы, вообще Шульхан Галехом это стол, хлебный стол. Он не жертвенник, он не Мезбе Галехом, он именно Шульхан Галехом, он именно стол. То вы обнаружите, что он устроен приблизительно как стол на одну персону. Значит, вот он сориентирован так, что, ну, если представить себе человек, который вошел со стороны входа и сел, то он будет сидеть лицом к святая святыху. И там место на одного. Как бы это место, за которым там нет стола, кстати, при этом он там как бы возможность, что за этим столом сидит человек, то это как бы символизирует скорее еду человека, чем все выше. Но вот Лехом Хапаним не сжигается ничего вообще, еще раз, сжигается только ладан. Он не совсем Минха, он, кстати, нигде Минха не называется. Это отдельная служба. Смысл на самом деле очень близкий к жертве Минха, тонкость только в том, что это жертва Минха, ничего не сопровождающая от имени всего народа. И в некотором смысле вот постоянная жертва, да, которая идет на жертвы. Так вот, если вы посмотрите, что называется карбонатомид постоянными жертвами, то вы обнаружите, что Лехом Хапаним он ими является. То есть хлебная жертва постоянная, вот они два барана на жертву никогда, ну, утром и вечером по одному. Хлебной жертвой там будет вообще-то жертва Коэнская, там Коэн годов приносит хлебную жертву, отдельный разговор про эту хлебную жертву. Естественно, сжигается целиком, потому что это Коэн годов. Мы уже сказали, что Коэн если жертва приносит святых именей, ее не едят. А вот настоящей жертвой тамид является именно Шухангалех. Только он от суббота до субботы, он не каждый день, но он тамид, он постоянно. Тонкость в том, что на жертвенник не идет ничего от этой жертвы, кроме Ладана, еще раз, Ладан заменяет все в данном случае. Но последний это Омер. Омер, тут есть тонкость одна, с Омером длинный разговор. Дело в том, что опять, когда вы читаете вторую главу книги его экран, то конец этого приношения, конец главы 14-й си, говорит следующее. А если приносят Шхашему Минхат Бекури, да, то, то они делаются из первых колосьев, прокаленных на огне, ну и так далее. Основное чтение у Хазаль состоит в том, что здесь описывается именно жертва Омер. Но при простом чтении, если бы не комментарий Хазаль, я бы сказал, что здесь описано то, что вариант хлебной жертвы, при котором человек приносит первые плоды, я уже говорил, зерно в колосьях, которые еще не достигли первой полной зерности, а именно Бекури здесь написано, не полной зерности. Их невозможно размолоть по причинам сугубо техничества. Муки из них не получится. По этому поводу то, что здесь сказано, что их вначале нужно прокалить в огне. Для того, чтобы они стали сухими, их можно было превратить в муку после этого. А если вы теперь обратитесь к закону о Бекурии, о приношении омера и течменя, то вы обнаружите там те же самые слова прокалить в огне, кармельную и так далее. Там все, что положено в сказке. По этому поводу Хазаль говорят, что 14, 15, 16 стихи, то есть стихи, которые в конце рассказа о жертвах Менха, о хлебных жертвах, это собственно предписание о том, каким способом приносят жертву омера. Надо сказать, что я вполне согласен с мнением Хазаль, что это одна единственная жертва такого типа, и она просто словесно по-другому выражена по сравнению с предыдущими всеми жертвами. Но я подозреваю, что она специально, вот этот отрывок из предваряющей ту жертву, которая будет потом, помещен сюда, что как бы сказать, ну если вам такое нравится, то вы можете и такое приносить. То есть это как бы пятая вариация жертвы Менха. Но опять у нас есть две общественных жертвы Менха. Это Омер, тот, который приносится во второй день Песох, и два хлеба пшеничных, которые приносятся в Швуд. И если не считать хлебов подношения, то есть те, которые постоянно находятся в храме, у нас только две общественные жертвы есть в хлебных жертвах, и обе эти жертвы открывают как бы ну именно они ближе находятся к ряду бекурин, первые плоды приносятся в храм, они тут же находятся в ряду десятины скота, извините, первенцев скота, то есть вот эти, вот это вот этого ряда событий. Кстати, вот после того, как я сказал про приготовление дома, вот я чего я там забыл сказать, что про приготовление, ну как бы дома, в дворах храма готовят, хлебных жертв, как бы что кому больше нравится. Я думаю, что теперь вы понимаете, почему никакое приношение хлебное не должно быть сделано из хамец, из квасного хлеба, без дрожжей и без меда. То есть есть вариации, которые как бы все-таки в хлебной жертве вы делаете по своему вкусу, но на жертвенник не идет сладкого. Это такой интересный вариант, но на самом деле я подозреваю, что это для того, чтобы было не похоже на жертвы языческие. То есть вот не надо пытаться считать Всевышнего совсем уж человеком, чтобы приготовить ему что-нибудь вкусненькое. Одна своего стола то, что вам больше нравится, хлебное, основу, да, а вот вкусненького это не про это. Именно вот это здесь, именно в этой жертве, жертве, которая ула, да, минха, которая ула, минха, которая ближе к жертве Всесожжения, хотя она не таковая, но тем не менее. Ну, вот так, да. Спасибо. Спасибо, мэр. Окей, ну, хорошо, мы на этом заканчиваем, правильно? Есть небольшой вопрос, а где лэгэма по ним где съедали? На территории храма, он святая святых, его съедают на территории храма, это отдельная митсва, причем там митсва съесть кизайт, и ежели, ну, с маслину, сколько бы это им не было, но, в общем, это отдельная митсва, и там, ну, был период, когда чуть ли не до драк доходило, кому достанется. Я нигде не нашел одной вещи, что вот в храме Соломона, где в зале все утистерено, да, 10 хлебных столов, 10 минор стояло, было ли это во втором храме или нет, я так и не понял. Вот, честно говоря, я как-то, читая мишнаитские источники, так и не понял, по крайней мере, Иосиф Флавик говорит про одну минору, а он, ну, как бы, этот хоть может знать, насколько бы он не был невежественным человеком в еврейских делах, он человек невежественный. Тем не менее, но видеть-то он это видел, в конце концов, должен быть он увидеть хоть что-то и описать то, что видел. Вот. По этому поводу его было очень мало просто, но вы представляете, сколько священников работало. Ну, там две стражи ведь были, да? А? Две стражи были. Там еще две стражи у нас, пересменок стражей. Да. В этот момент там еще две стражи и есть некоторые мемуары одного из священников, который просто устранялся от дележки этого хлеба, потому что там чуть ли не драка начиналась. Поэтому, по-думаю, что священники. Самые проблемы были в пустыне, наверное, где совсем было тесно. Вот вопрос в пустыне. Смотрите, вот почему я-то полагаю, что Хазаль кругом правы, когда говорят про то, что в пустыне жертвы не приносили. Вот смотрите, представьте себе, что стоит хлебный стол с хлебами. Вдруг объявляется о переносе лагеря. Что мы должны делать с этими хлебами? Ужас. Вот. То есть, я подозреваю, что в пустыне все-таки этого не делали. Именно в пустыне. Но то, что у нас в пустыне и вне пустыни это по-разному делается, это видно в конце книги «Дворим», вот когда идет подготовка, даются заповеди о храме уже в земле Израиля, там хорошо видно, как говорится об изменениях, которые произойдут. Поэтому я подозреваю, что Хазаль, когда говорят, что в пустыне общественных, по крайней мере, жертв не было, они дело говорят, потому что это похоже на правду, так вот, ну, из общего смысла рассказывать. А, соответственно, Лихама Паним это как бы общественная жертва, Это общественная хлебная жертва, да, это общественная хлебная жертва. Спасибо большое. Так, окей. Арахмам Исламим, мы заканчиваем, правильно? Да, я правильно понимаю, что вот этот наш небольшой, но важный курс жертвоприношения в храме, он на этой лекции заканчивается, на этом замке. Да, я думаю, что да. Окей, оставайтесь на нашем канале. У нас есть уже предположительно тема, но мы не будем ее сейчас раскрывать и объявим через некоторое время. Окей? Хорошо, если какие-то вопросы появятся, то где можно... Да, пожалуйста, во всех известных местах можно писать. Во всех я уже задала, и мне не ответы не привет. На ютюбе. Не ответили. Я не видел вопросов. Я думаю, что лучше все-таки одно место какое-то сделать. В Телеграме самое хорошее место. Хорошо. Но в Телеграме делайте, потому что даже если я туда не загляну, то туда на танк заглянет точно. Да, хотя мне кажется, я из-за ютюба пересылал, но я сделаю это еще раз. Нет проблем. Лучше всего в Телеграме, действительно. Лучше всего в Телеграме. Поняла. Все, спасибо большое. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Всего в Телеграме, там разговоры, где взять...